Привет, мои любимые слушатели! Сегодня мы с вами сделаем расклад на прогноз по августу. Четыре варианта. Выбирайте свой. Четыре ситуации августа. Пройдемся по всем сферам. Работы, личные отношения, может какие-то неожиданности. Ну, еще все посмотрим. Как я это делать стала обычно в последнее время. Так, выбирайте. Расклад большой, много нам времени понадобится, поэтому не будем тянуть кота. Приступим. Так, ситуация у нас номер один. Любовь. Выпадает у нас карта любовь. Самый главный сигнификатор – это карта не только любовь, но и партнерство, то есть союз какой-то, может быть, по работе союз. Посмотрим, да, расшифровываем. Так, у нас карта любовь. Поехали. Какой общий фон? Что будет общим фоном у нас в августе? Так, что будет в августе общим фоном? Обратите внимание в августе на документы, на какие-то бумаги. Самое первостепенное. Может быть, действительно заключение договора, потому что выпадает карта документов и союз. Что еще интересно у нас здесь? Может такая ситуация быть, что откажетесь от какой-то, может быть, дружбы или от каких-то отношений. Придется, наверное, даже расстаться. Общим фоном. Поэтому здесь надо быть внимательным. Вы не должны относиться, как-то, так сказать, на эмоциях. Да, тут надо быть более внимательными. Эмоции неуместны. Все-таки здесь может быть прощание с каким-то другом, может быть, с человеком, который, грубо говоря, уже, ну, может быть, уже и не друг. Здесь именно такая тема. Именно документы и прощание, расставание с каким-то человеком в общем фоне. Давайте теперь посмотрим, что по работе. Для тех сначала, кто работает, а потом для тех, кто ищет работу. Так, ну, что будет происходить на работе? Ну, чтобы что-то получить, придется что-то, надо подготовиться. Что-то, может быть, какие-то курсы, повышение квалификации. Что-то подучиться придется здесь. Здесь подготовка какая-то нужна, потому что здесь выпадают карты достижения, карта денег. Причем деньги вы получите заслуженно. Если вы работаете с кем-то из родственников, то тут тоже вы получите и родственники получат. Все будет. Не надо только, как сказать, переусердствовать. Здесь идет речь о том, что придется подучиться, но за это вы получите какие-то деньги. Достижения будут у вас определенные. И еще, может быть, даже новые идеи. Так, для тех, кто в поиске работы, как у вас будет сложиться поиск в августе? Найдете интересную работу. Найдете, потому что здесь, видите, попадает карта работы, и которая будет очень интересная. Но там будет присутствовать какой-то обман. Может быть, они, знаете, нечестно работают. Может быть, они обманывают клиентов. Что-то еще. Какой-то обман этой работе. Но самая лучшая карта выпадает успех. То есть работу вы найдете. Она вам будет очень сильно нравиться. Не исключено, что на этой работе будут, знаете, частенько происходить корпоративы, вечеринки, праздники какие-то. Но здесь вам надо быть просто очень внимательным, да, вот по отношению к этому обману. То есть работа будет, и она будет вам очень нравиться. Так, это мы посмотрели по поводу работы, да. Давайте теперь посмотрим по поводу личных отношений, что будет происходить у нас в августе. Сначала давайте посмотрим тем, кто в паре. А потом мы посмотрим для тех, кто в одиночестве пока. Те, кто в паре. Для тех, кто в паре. Знаете, если вы в ссоре, вы помиритесь. У вас какой-то новый будет виток в отношениях. Причем вы будете веселиться. Какой-то момент праздника будет совместного, веселья. Причем как-то даже сможете договориться здесь. Кто-то все-таки принимает условия второго человека. Здесь момент, когда один человек вроде закрывается, защищается, но отстаивается за интересы. А второй более такой активный и берет роль лидера на себя. Но здесь вы сможете все-таки договориться, прийти к какому-то соглашению. И у вас здесь будет, как первая карта, выпадает пир, праздник. Так, для тех, кто в одиночестве. Что у нас будет в августе? Не исключено, что кто-то будет ходить по гадалкам, по тарологам, выспрашивать, искать свою половину. Все-таки интересно, когда, с кем, что, да, как, в каких обстоятельствах. Здесь момент, что может быть даже понравится человек, захочется его даже как-то к себе приворожить. Потому что выпадает карта мистики, магия. Здесь момент, что будет встреча с человеком. Но он будет, как бы, сказать, тянуть одеяло на себя, что ли, как это. Когда он в центре внимания должен быть, и вы попадаете ему как в услужение. То есть такого плана человек. И вы будете себя, как бы, защищать. Вам придется себя отстаивать. И получается, по итогу вы от этого человека откажетесь. Здесь карта отказа, по итогу. Почему? Потому что человек будет давлеть. Он будет вас принижать и ставить свои какие-то условия, свои требования. Но вы поймете, что все в ваших руках. И по итогу здесь карта отказа. Откажетесь от этого, от этих отношений. Но это не смертельно. Это просто надо воспринимать, как житейский опыт. Давайте посмотрим, что приходит. Что приходит в августе. Потом посмотрим, что уходит. Что приходит. Что приходит. Какой-то семейный праздник в доме. Или на даче, не знаю. Или в квартире. Какой-то семейный праздник. Семейное торжество. Причем здесь в этот праздник будет момент, когда какая-то девушка, не знаю, подружка может быть. Какая-то девушка что-то будет предлагать. Что-то идея, что-то еще. Но многим это не понравится. Здесь такой момент, что праздник будет в доме. Может быть, даже какой-то член семьи будет что-то как-то вести себя не очень. И это будет, как сказать, неожиданно и неприятно. То есть кто-то тут тянет больше на себя. То есть это приходит именно как... Но здесь карты-то позитивные как бы. И в то же время грустные. Потому что вроде праздник. И тут какие-то обстоятельства, которые заставляют задуматься и понимать, что что-то не то. Надо что-то предпринять, какое-то действие. Что уходит? Что уходит? Ну вот говорят, что уйдет опять, откажетесь от каких-то отношений. Я в самом начале говорила, да, что придется от кого-то отказаться. Потом сказала на личном у кого-то выпадет. И они опять говорят, что уходит какой-то человек из вашего окружения. Расстаетесь. Причем будет принято решение не спонтанно, а продуманно. Что уходит? Какая-то грусть, тоска по прошлому. Грусть, тоска по какому-то человеку. Здесь уходит общение. И это как бы сказать, это по судьбе тут ничего не сделаешь. Какая неожиданность может прийти? Какая неожиданность? Будет поставлена новая какая-то цель. Вообще, вот прямо в семье, именно в семье будет поставлена какая-то новая цель, задача. И все как бы одобрят. Здесь идет у меня то, что и принимать решение будет. Это отец, брат может быть, муж, жена. То есть все будут понимать, что нужна новая цель. И эту цель надо все вместе идти и осуществлять. Здесь вся такая интересная, вот в этом варианте, что интересно. Здесь кто-то находит реально работу, карта партнерства. Кто-то здесь встречает какую-то новую любовь. Но по итогу почему-то идет момент отказа. И еще здесь идут документы. В самом начале я сказала об этом, что будут какой-то документы играть в важную роль. В принципе, все понятно. Карты все объяснили по первому варианту. Вариант у нас номер два. Давайте посмотрим, что у нас в августе будет происходить. Сначала мы посмотрим общим фоном основные события августа. Основные события августа. Что у нас будет происходить? Праздник в семье какой-то, праздник, веселье, что-то интересное. Какая-то может быть вечеринка. Или какое-то событие, день рождения, юбилей, что-то такое. Здесь будет играть роль важный мужчина. Это может быть муж, может быть, сын. Какую-то важную роль будет играть. Надо будет подумать. Здесь момент, когда очень много идей. Но такие идеи, знаете, зашкаливают. Они больше как фантазии идут. Что-то вот какие-то идеи, идеи. И привлекают на свою сторону женщину, чтобы тоже как-то согласилась. Но в принципе событие такое, знаете, вроде как идея есть, но тупик. То есть дальше идей это не пойдет. Как будто бы здесь момент, что ну подумали, да придумали, а реализовывать не стали. Но главное событие это вот именно праздник. И выпадает у нас именно мужчина. Так, давайте посмотрим по работе. Давайте посмотрим сначала тех, кто работает. А потом тех, кто ищет работу. Так, те у нас, кто работает. Что будет происходить в августе. Какие события. Будьте внимательны в августе. Здесь у нас идет момент начальника. И еще, что вы либо будете в одиночестве работать, но здесь идет момент предательства. И пропажи, может быть, что-то исчезнет. Исчезнет, пропадет какая-то, может быть, вещь. Будьте внимательны. Пропажи здесь, на работе. Чтоб вас не обвинили, как-то будьте, включите мозг, разум. На работе. Вы как бы работаете, вы человек специалист своего дела, но вы к чему-то идете. Как будто карьерная лестница, какой-то рост идет. Но здесь момент неприятный, что-то пропадет, исчезнет. Для тех, кто ищет работу, что будет происходить. Здесь идет момент, что вы все еще будете в поиске. Неудачное решение, неудачное что-то предложение, я не те, не то, не так. Поэтому они говорят, реально смотрите на вещи, да, и реально сделали критерии, выборку, что конкретно вы ищете. И идете именно по этим критериям. Но здесь они говорят, что идите до конца, вот раз поставили планку, да, идите до конца. Здесь работу так и будете пока искать в августе, пока все не то. Так, давайте посмотрим на личные отношения. Сначала те, кто в паре, а потом те, кто у нас в одиночестве. Те, кто в паре. Будьте внимательны. Что-то в вашем доме может пропасть, какая-то вещь пропажа. Кто-то может, знаете, у нас тут какие-то цели свои ставить. В паре из вас двоих кто-то ставит свою цель. Но тут надо именно вдвоем решать, потому что здесь карта идет, что вместе лучше будет достижение этой цели. И надо действовать, знаете, правильный обмен. Потому что каждый в своей роли и распределение обязанностей. Правильный обмен это больше, знаете, успешность в вашем деле. То есть ставьте цели. И идите вместе, вдвоем, не по разу. И что-то может из дома исчезнуть, какая-то пропажа может быть. Так, давайте посмотрим те, кто в одиночестве. Что у вас будет происходить. Будет веселье. Может быть, знаете, дискотека, праздник какой-то. И там можете познакомиться с человеком. Очень даже интересно. Но будьте внимательны. Высокая вероятность неожиданной беременности. То есть ни к чему, совершенно ни к чему. Не были готовы, познакомились, встретились. И высокая вероятность, что беременность может быть. Поэтому, если вам это не интересно, да, как-то подумайте, да, что можно сделать, предохраняться. Еще здесь момент, момент может быть, что пора забыть то, что уже не нужно. Забыть человека, который уже ушел и поставит точку в воспоминаниях. Занимайтесь собой, веселитесь, отдыхайте. И можете встретить человека, который многолик. Он, знаете, как актеры, вот, играют разные роли. То есть многоликость такая. И человек может, знаете, этим очень пользоваться. Здесь, я еще раз повторяю, неожиданно может быть момент беременности. Так, давайте посмотрим, что приходит. Что приходит в августе. Опять выпадает карта предательства. Карта, когда какая-то интрига идет, какая-то за вашей спиной. Вот смотрите, здесь уже выпадало на работе, да, что-то произойдет. В личных отношениях тоже какая-то не очень красивая ситуация. Поэтому здесь у меня приходит какая-то все-таки интрига, подлость, предательство приходит. Поэтому придется защищаться. Узнайте какую-то интересную информацию, какую-то новость интересную. Будет принято какое-то правильное решение. Но здесь идет карта защиты. Защищаемся. Будьте внимательны. Почему-то идет у меня именно интриги, предательство. Что уходит? Что уходит? У кого-то уходит свобода. Свобода уходит, значит, будут новые какие-то обязательства. Это может быть новые отношения, то есть знакомство интересное. Но будьте внимательны, да, то есть это будет где-то на вечеринке. Но человек очень многоликий. Уходит свобода, уходят ненужные воспоминания о людях, которые уже ушли, да, расстались, и все, не надо о них вспоминать, все, ушли, ушли. Что уходит? Какие-то, может быть, надежды на поездку. Здесь идет момент, уходит какой-то конфликт, ситуация конфликтности с человеком, который, может быть, или враг, или, ну, просто противник, уходит. Поэтому здесь у вас будет какое-то веселье в семье, праздник. Так, хорошо, что неожиданное может произойти. Неожиданный разрыв. Что-то ждали, 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 вот оно пришло, неожиданно, и не знаем, что делать. Неожиданность связанная с детьми. Опять карта детей. То есть неожиданная может быть беременность, опять повторяю, на этой колоде тоже они говорят. Неожиданность связанная с ребенком. Там у меня выпали дети, тут у меня выпадает ребенок. Будьте очень внимательны. Если у кого-то дети уже есть, обратите внимание на детей. Что-то с ними может произойти неожиданно. У кого-то здесь выпадает неожиданная поездка далеко. То есть, может быть, в другую страну или в другой город. Какая-то дальняя дорога выпадает у кого-то неожиданно. Неожиданно. Короче говоря, по итогу здесь у нас идет очень много событий. Просто их надо правильно связать и услышать. Карта, когда надо со стороны посмотреть на ситуацию, на себя, на со стороны. И карта мир тоже выпадает, как, знаете, карта поездки. Вариант у нас номер три. Посмотрим, что у нас произойдет в августе. Основные события. Так, общим фоном сначала. Карта выпадает луны. Это карта многовика. Это карта самообмана, иллюзий. Может еще она выпадать, как мистика. Ну, посмотрим. Так, какой общий фон? Что основные события августа? Основные события августа. Здесь вам понадобятся силы. Очень много событий. И они могут быть, знаете, как одно за другим, одно за другим. Силы понадобятся. Здесь момент, что будет очень много планов на будущее. Много идей. И эти идеи захочется реализовать. Что еще? Здесь будет момент очень важных документов каких-то. Документы, важные бумаги. Еще поездки какие-то незапланированные. Может быть, запланированные. Момент какой-то депрессии, грусти. Непонимания, что делать. У кого-то происходит момент разрыва. С кем-то вы будете прощаться, но это будет очень болезненно. Так, давайте посмотрим, что на работе. Сначала тем, кто работает, а потом тем, кто в поиске на работе. Что будет происходить? Опыт ваш, весь опыт пригодится. Почему? Потому что здесь выпадает карта обмана. Что-то на работе будет происходить, какой-то обман. И вы должны понимать, да, как проступить все-таки правильно. Карта правосудия, но она здесь идет, как знаете, кармически, да, правильно. Что правильно, так и надо поступать. Но какой-то на работе будет обман. На работе будет очень много работы. Может быть, даже после какой-то паузы что-то сдвинется с какой-то мертвой точки. Как-то по-другому пойдет. Но момент здесь работы с властью, может быть, с начальством. Или с какими-то такими органами, которые именно госструктуры. То есть после какой-то паузы, возможно, новые какие-то у вас дела. Но будьте внимательны, какой-то обман. Так, что будет у тех, кто ищет работу в области? Знаете, можете напороться на некрасивую ситуацию. То есть здесь момент, когда вас захотят обмануть. Как-то нечестно с вами захотят поступить. Придется, знаете, может быть, даже... Вы найдете работу, может быть, даже через родственников. Но здесь момент, как будто вас захотят обмануть, не заплатить. То есть недоплаты или обещали одно, а платят другое. То есть будьте внимательны по поводу денег, когда будете устраиваться на работу. Если вам работа не нравится, и вы чувствуете, что здесь какой-то подвох, тогда лучше оставить это дело и искать что-то дальше. Потому что здесь борьба, вот эта ситуация борьбы, она так и будет идти. Если чувствуете, что вас обманывают, то лучше сразу отказаться. Здесь момент идет, что столкнетесь с такой ситуацией, когда обещают одно, а по факту совершенно другое. И вы работу-то сделаете, а вам не заплатят. И это будет, как бы сказать, постоянно. То есть все время какие-то будут вам условия. Так, давайте для тех, кто в паре, потом посмотрим для тех, кто в одиночестве. Что будет происходить в августе? Сначала для тех, кто у нас в отношениях. Знаете, здесь вероятность большая, что будет встреча с интересным человеком. Вот неважно, кто, муж или жена, будет интересна какая-то встреча. И можете стать жертвой этой встречи. Как сказать, третий, да, создание треугольника. И не хотелось бы, конечно, оказаться в такой ситуации, но здесь очень вероятность, что будет такая встреча. Третий приходит в вашу семейную жизнь. Еще здесь момент отстаивания чего-то своего. То есть конкретно будет кто-то из вас отстаивать свою точку зрения. Причем будете понимать, что чуть ли не до разрыва идет. Но отстаиваем свое. Но вот опять они говорят, что если вы хотите сохранить семью, то вы должны действовать вместе. Вот приходит кто-то третий лишний в ваши отношения. Так, те, кто в поиске. Те, кто в поиске. Такое интересное, тут есть, будет встреча. Все-таки встреча здесь будет. Но этот человек покажет себя сначала одним, да, вот один он один, как бы привлекательный для вас, а потом вдруг окажется, что он совершенно другой, не тот, за кого себя выдает. И как будто вы, вы увидите, да, и вам это не понравится, вы будете отказываться. То есть человек сначала себя покажет милым и пушистым, а потом в процессе времени, да, общения увидите, что он совершенно другой. И момент отказа, вы даже как-то разозлитесь. Будете злиться, как будто вас обманули. То есть показался одним, а потом, а по факту это вообще, он совсем другой. То есть лицемерие здесь, человек лицемер. И это, естественно, будет злить, раздражать, потому что вы как-то открываетесь, вы честны, а с вами поступать будет нечестно. Но в итоге разрыв. Так, давайте посмотрим, что приходит, да, что приходит в августе. Здесь момент, когда почему-то идет мама или сестра. Каким-то образом здесь будет влияние. Вроде как готовы, вроде как все понятно, вроде с миром. Но почему-то в дураках. Не поддавайтесь, может быть, так, влиянию. Не поддавайтесь влиянию, потому что здесь есть момент, что вы в итоге окажетесь в дураках. Но здесь идет еще карта луны. Вот она выпадает. Когда, знаете, вы или обращаетесь, ну вот, к магии, к мистике, может быть, к каким-то духовным практикам, зачем-то вам это понадобится. Чтобы не оказаться в дураках, вам нужны какие-то данные, какая-то информация, к чему-то готовиться будете. Здесь момент, видите, основные карты выпадают, основной фон. Это какие-то документы, больше информации, потому что как будто бы вы в депрессии, в дураках у меня остаетесь. Чтобы этого не было, вы как будто готовитесь к чему-то, и вам документы понадобятся. Так, давайте посмотрим, что уходит. Уходит. Какой-то конфликт. Конфликт, может быть, связан с отцом, братом, с какими-то, может быть, ребенком с каким-то. Уходит конфликт. Он уходит, и как будто вот успокоение. То есть вот человек уходит, конфликтность уходит, и вы как будто успокаиваетесь. Но вот все равно ощущение, что что-то недополучили. Такая неожиданность. Неожиданность может произойти в августе. Что неожиданное? Вроде все обсудили. Вроде все понято, принято. Была личная встреча. Вроде обо всем договорились. Тут момент может быть, что не так, да, понято все. То есть вроде понято, но окажется, что не так кто-то да понял. Будьте внимательны. У кого-то может быть неожиданно судебные дела. Но это не у всех. То есть у кого-то выпадают судебные дела. А у кого-то идет неожиданная какая-то интересная встреча. Просто неожиданно раз и будет встреча с человеком. Новый какой-то человек. То есть общим фоном здесь идет у нас ситуация, что... Почему луна выпадает? Потому что какая-то иллюзия идет, обман, самообман. И чтобы в ней не оказаться, придется собирать информацию, документы, что-то в чем-то разбираться. Потому что здесь идет момент, что что-то неожиданное вы поймете. И тут важный ролик будет убирать документы. Поэтому здесь идет луна. Так, четвертая ситуация. Посмотрим. У нас события августа. События августа. Давайте посмотрим сначала общий фон. Общий фон. Что будет происходить в августе? Основные события. Так. Здесь идет момент. У кого-то суд. Судебные дела. Поэтому для суда придется собирать бумаги. Доказательства. Документы. Здесь идет момент ухода. Кто-то от кого-то убегает, уходит. И момент кризиса. Но тут больше получается тематика судебная. Если это не суды, тогда здесь надо быть предельно честно. Понимать, да, где белое, где черное. Вести себя честно. Никакой лжи. Документы должны быть все в порядке. Важную роль опять здесь играют документы. Чтобы получить то, что вы хотите, надо собрать все аргументы. Еще выпадает у кого-то карта мистики, магии. И может быть зависимость какая-то. Ну, допустим, кредитная зависимость. Или табачная зависимость. Давайте посмотрим по работе. У тех, кто уже работает, а потом для тех, кто в поиске. Так, что у нас на работе? Что-то очень неожиданное произойдет. В работе, на которой работаете, что-то неожиданное. Неожиданное. Может быть праздники, будет какой-то корпоративчик небольшой. Может быть какая-то новая идея. А вообще здесь понадобится ваш опыт. Может быть кто-то захочет у вас занять. Или может быть вы захотите взять в долг. Но это будет зависимость тогда, денежная зависимость. Поэтому повнимательней. Происходит какая-то неожиданность, но не показывают о чем речь. Те, кто в поиске, что будет происходить в августе. Ой, безденежье, задолбало, безденежье. Прямо деньги, ну, очень нужны. Уже из последних сил. Ну, реально, вроде, да, смотрите на вещи. Вроде реально ищите, что-то думаете. Но что-то то не то, не то, и денег нет. Здесь они говорят, что, чтобы найти работу, надо включить всю свою дипломатию. Как сказать, язык до Киева, да, доведет. То есть уметь себя преподнести, продать. То есть как-то показать, раскрыть себя надо. Иначе будете долго искать работу. Здесь работу можете найти, но благодаря дипломатии. Потому что вы сидите, что-то вообще без денег и совсем вам тяжко. То есть помогите себе, да, будьте более дипломатичны. Научите себя преподнести, чтобы вы были лаковым кусочком. Чтобы вас захотелось взять себе на работу и ценить вас. Так, давайте посмотрим на личном. То есть сначала те, кто в паре, а потом те, кто в одиночестве. Те, кто в паре, у вас будет проходить момент испытаний. В вашей паре будет происходить момент испытаний. Будет кто-то защищаться, кто-то нападать. Созависимость. Здесь нет победителей. Просто здесь идет испытание в ваших отношениях. Вы его либо проходите, либо нет. Здесь момент, когда кто-то примет правильное решение. Это будет верное решение. Оно вас обоих устроит. Тут либо вы в жертвах, оба, оба в жертвах. Либо нет. Понимаете, вы как-то должны испытания преодолеть. Так, для тех, кто ищет, ищет отношения, будет встреча. Причем человек сам к вам подойдет. Сам будет знакомиться с вами. Но как будто вы не захотите, что ли. Или вы сначала, может быть, не разглядите этого человека. На самом деле это по судьбе. Встреча будет судьбоносная, по судьбе. И здесь на самом деле как подарок. Подарок небес. Интересный будет человек. Хотя с первого взгляда как-то не особо. Не очень произойдет впечатление. А на самом деле это судьба. И мимо не пройдет. Это человек, с которым вы вместе можете очень много дел делать. Вдвоем, спина к спине. И весь мир где-то там. Поэтому здесь момент, что встреча судьбоносная все-таки будет. Несмотря на то, что кто-то кому-то откажет сначала. Как-то сможете разглядеть. Так, давайте посмотрим теперь, что приходит в августе. А что уходит. И неожиданность. Сначала что приходит. Ой, какой-то обман идет. Обман. Обман. Ложь. Ложь, которая все может разрушить. Вот это испытание для пар. Какое-то, знаете, идет вообще испытание. Вот оно везде идет. Ложью. Причем это ложь из прошлого. И вскроется она сейчас. И будете понимать, что кто-то был лицемером. Кто-то обманывал. И обманывал достаточно изящно и долго. Либо вы разрушаете это все. Либо мир. Тут у вас выбор. Чаша весов. С самого начала карты выпадают правосудие. Либо мир, либо крах. Тут выбирать вам. Но здесь надо идти с честностью. Победить можно и с честностью. Но вскроется неожиданно какой-то обман. И непонимание, что делать. А ноги растут из прошлого. Так, что уходит. Так и хочется сказать. Уходит мужчина. Муж. Муж уходит из дома. Но не буду говорить. Потому что тут тогда тематика развода играет. А она может быть не у всех проигрывается. Много же людей смотрит одиноких. Поэтому здесь у кого-то идет разрыв. Мужчина уходит из дома. Но на самом деле уходит какая-то неожиданность. Уходит неожиданность, которая приводит в ужас. И непонимание, что делать. Уходит ситуация, которая против закона. Что-то неожиданное, что провергло в ужас. И как будто накрыло тьмой. Ситуация такая уходит. А какая неожиданность может произойти? Окажетесь в жертвах из-за недвижимости. Что-то с недвижимостью неожиданно случится. Будет вскрыто что-то в диалоге. Когда люди общаются, что-то неожиданно узнаете по поводу недвижимости. Такое чувство, что вы или в жертвах будете. Или неправильно вас недооценивают. Недооценили. Что-то будет скрыто, какая-то штука, связанная с недвижимостью. Неожиданно. У кого-то неожиданно выпадает диалог с отцом или с братом. Может быть у кого-то с мужем. Неожиданный такой диалог. И вскроется что-то, какая-то правда. Какой-то обман. Но тут у меня везде идет. Вообще тяжелый месяц для четвертого варианта. Потому что здесь новая карта приключений. Карта чего-то нового. Вообще новый путь. Движение вперед. Это карта дух приключений. То есть новый путь. И здесь у меня везде идет карта. Вот именно испытаний. Тяжелый месяц. Прослушайте сначала. И потом снова. И поймете о чем я говорила. Повторяться просто не имеет смысла. Четыре варианта. Четыре ситуации. Многоликие вообще произошли варианты. И насыщенный месяц будет у кого-то август. Но не все так просто. Очень много событий. Ну как обычно да. Желаю вам мира и добра. Пожалуйста берегите себя. Своё здоровье. И своих любимых.